вот оно счастье перестаньте транжирить деньги я люблю китай селедочка у меня просто один день все вместе в шанхае открылся бутика лобо сейчас внизу видите субтитры богатство чувствуете мне нужны наборы просили сейчас мини путешествия я вам в прошлом блоге говорила про тайфун такой стиль руки заразные вау прелести первого класса совсем пропала из инстаграма мастер-класс в китае самое большое количество старбаксов сейчас еще маска килл в 35 юань в шанхае есть кухня любой страны мира сыр и колбаска а точнее доброе утро помните я вам просто многие говорила про тайфун в итоге он не обошел нас стороной сиаман то вообще там вся мы не супер тайфун какой-то у нас что у нас у нас ветер пасква дна сегодня все утро лил дождь я в итоге проснулась 5 сгинку из дома уходил да где-то в 5 6 это не могла уснуть так долго вот а потом в итоге уснула сейчас иду в метро уже зашла и ничего нет да в метро нужно обязательно показывать свои сумки или пласящие запороскали сейчас я вам не помню карты дать попробуем старая пойдет нет что я плачу обычно метро телефоном по плану не даже были деньги вот мне две станции 32-3 станции потом переход на другое я еду встречаться с полей очень шумно а петричка так и лежит дома боже это как со штативом просто все лежит ничего не используется я спешу подумала о том что я совсем пропала из инстаграма и наверное мне бы хотелось вернуться вот потому что ну так почему бы нет очень многие мне пишут ну как многие несколько человек написали что очень скучают по моим именно видосам и как я вела свой инстаграм и я тут посмотрела на эту сторону и поняла что я его вела очень интересно я все время там делала какие-то видюйки ходила по квартире вот и почему бы сейчас не делать то же самое правильно правильно вот мы идем хоть в очень классное место я в пиджаке на улице жарко не обещаю внимания просто обычно помещение супер холодно я вам уже это говорила вот мой плюс у меня это костюм я уже купала в Сеуле еще лет назад мерила два второй низ два сейчас сколько лет прошло когда я была в Корее и я очень об этом жалею вот но ничего страшного я кстати хотела вам сказать что я знаю мой прошлый влог наверное был не очень интересный но вы не расстраивайтесь и я тоже такое бывает когда просто застой и не знаю что снимать сидеть дома ничего не делаешь нужно организму перезагрузка я перезагрузилась готовы творить люблю шанхайское метро вот здесь табло показано куда приедет поезд вот он встаем вот тут вот тут люди выходят ой а еще у них метро всегда очень холодно ну не знаю встаем не знаю не знаю встаем стоять а в Таиланде тоже там в Севанахалеву нам зуба холодно в метро холодно на улице жара непонятно все одевать и все брать с собой метро дешевое в Китае дешевле чем в Питере все сидят вот есть место я нашла как думаете сейчас сяду люди с нами нет Мы с Олей опоздали на открытие на 7 минут. 7 минут, друзья мои. Все, уже очередь. Вот сюда мы хотели прийти, Нью-Йорк Бэйгл Мьюзим. Я иду в очередь, пока Оля еще идет, постою в очереди. Потом мы и красиво сфоткаемся для блога этого влога. Место красивое, сделано по типу Нью-Йорка. Там такая кирпичная стена, внутри куча бэйглов. Я, естественно, все посмотрела. Стараюсь мониторить какие-то новые места в Китае, чтобы было... Ну, вообще видно, что интересное появляется. Вот, поэтому все вам показывать. И хочу вам сказать, что вы можете сделать вывод, что в Шанхае есть кухня любой страны мира. То есть, если вы не едите китайскую еду, это будет не проблема найти что-то, что любите вы. Вот, сестрей бы Оля пришла, я хочу пофоткаться. Вот, а еще они заворачивают бэйгл, как я поняла, бумажные копейки. О, я люблю все это, милоту, красоту и вот это вот все проще. Мне такое нравится. Хеллоу. Так, нас пустили. Тут все такое красивое. Этот мальчик китайский? Да, красивый мальчик. Смотрите. Подносы. Вау, блин, как круто. Я не могу. Вон там еще бэйглы. Вот этот крем-чиз выглядит огонь с медом. Вообще, да? Так, ладно, давайте возьмем... О, вот здесь они. Смотрите, тут есть бэйглы разные. Оригинал, фига, базилик, кунжут, чая-сид. Ну, в пределах все 15-16. Вот есть крем-бэри блюпери 20 юаней. Нажайте на 12 рублей. Вот, а там уже другие. И можно кофе выпресить. Такое стильное, такое место вообще. Смотрите, какую очередь я собрала. Никто мне не может сделать. Прошу у них делать мне мачу на кокосовом молоке. Она говорит, я не могу. Хотя у них кокосовое молоко есть. Я уже позвала менеджера, чтобы разбираться. Терпеть не могу, когда они не понимают, что хотят. Хотя я уже перевела на переводчик. У них все здесь есть. Окей? Смотри, мы не имеем мачо. Нет, у вас есть мачо. Но это будет кофе. Да, я хочу мачо. Так, ладно. Разборки ничем не закончились. Смотрите, какие у них смешные пакеты. Это я. Вот, сейчас пойду в Сарбакс искать мачо. Оля меня подождет, да? За что я люблю Китай. Просто 3 минуты пешком, вот там и бейглы. Беля бейклы. А вот тут был Сарбакс. Я спокойно дошла, устала истерить в шопе с бейглами и взяла себе мачо на овсяном молоке. И шестоливая, довольная. Сарбакс, естественно, вкусную. Иду назад, есть свой бейгл с крем-чизом и чем-то там еще. Вот. Что еще? Я, кстати, если не ошибаюсь, в Китае самое большое количество Старбаксов. По-моему, я не ошибаюсь. Просто здесь столько, вы себе представить не можете. Они везде. У меня даже на районе просто один вот тут на перекрестке, следующий вот здесь. И они не закрываются, потому что все имеют выручку. Вот так вот. Вкусно, блин, как. Ух, все. Быстрее бейгл, по-моему, холодная, блин. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы, конечно, покушали. Очень вкусно. Я объелась. Смотрите, в открытой кухне ребята лепят бейглы. Так прикольно. Вот он сейчас его закрутит, смотрите. Опа. А у меня так не получается. А здесь вот такой будет бейгл с черникой и кренбери. Вон сколько рогаликов. Там уже пекутся. А здесь девочки делают всякие соленые вот с беконом сейчас. Очередь, кстати, так и закончилась. Место классное. Всем советую сюда обязательно прийти. В общем, мы шли-шли гуляли. И Оля меня привела именно в то место, которое я хотела. В общем, в Шанхай открылся бутик для лобо. У меня есть их парфюм. Я этому не сглана рада. Зайдем? Давай. О боже, как я люблю эти запахи и ароматы, господи. У меня, кстати, кто-то стык взял крем для рук. И он такой не очень дешевый. Очень круто. Очень круто. Да. Так, суперкрасивая улица. Мы сейчас будем здесь гулять. Район Ксинсинди, да? Я вот здесь вот пропишу вам. Здесь все перекрыто. Можно походить, пофоткаться. Очень стильно. Всякие разные бутики. Классно, красиво. Китайский флаг. Мне сильно дешево. Мы пришли... Как правильно? Хармэй. Хармай. Это бутик с косметикой, да? Сейчас будем... Ой, там есть реплика. Про него я тоже читала. Вот. Но... Похож на... Кстати, на корейский магазин Olive Garden. Сейчас будем смотреть. Может, что-нибудь выберем. Я обожаю мини-форматы. Очень удобно брать с собой в тревел-поездки куда-то. 35 юаней. Да, я бы взяла очищающая маска Киилл в 35 юаней. Пожалуйста. Пробнички Ламэр. Все прочее. Мы поднялись уже на второй этаж. Боже, здесь столько всего. Всякие маски, крема. Но ценник, конечно, дороже, чем в России. Сто процентов. Но... И дороже, чем в обычных магазинах. Да? Ну, типа... О, ифлом есть. Боже мой. Офигеть. Что это? Это ифлом. Я их заказывала одно время, помню, с Луше Великобритании. Так они мне нравились. Но они не дешевые. Но у них маски крутые. Блин, реально все есть. Просто вот все. Все, что хотите. В общем, мы тут ходим, гуляем. Нашли еще один мой любимый бренд. Ребята, вышли. Мы идем в следующий. Здесь, конечно, все можно попробовать. Я теперь просто счастлива. Все, что я люблю, у меня... Все, что я люблю, есть в Шанхае. Я все это нашла. И могу вам сказать, что жизнь без санкций, это так здорово. Пусть все из России. Блин, обожаю. Просто обожаю. Почему? Почему? Почему у нас так не может быть, а? Замок богатства. Чувствуете? Очень красиво украсили бутику Джамалона. Смотрите. Вау. Все здесь красиво. Пойдем, да? Идем. Запах. Вот нужны палочки такие для дома купить. Да. Красавица. Нужно чашки набор. Валентина, не знаю. Так, давайте решаем. Мне нужны наборы красивых чашек? Нужно? Нужно, конечно. А если я их разобью, то не будешь лугаться случайно? Ты не разобьешь, они такие красивые. Не смогу. Зато я могу пить красивые мачо. Тогда нужны. Я люблю всякую красивую посуду. Мы пришли в мое самое любимое место. Конечно же, макаруны. Доброе утро, друзья. Ну что, насколько плохо я выгляжу? Мы приехали на Хунчао. Вокзал. Народа уже, ну так, достаточно. Смотрите. Ой, видно вам? Уже много. Я взяла сэндвич с яйцом и беконом. И мачо. Сэндвич и мачо. Но у меня еще в контейнере каша. Вот. Сегодня у нас такое мини-путешествие. Блин, я встала. Мы встали в 4.30. Хотела сделать патчи и забыла. Ну, так что... Что я знаю, а Дима меня достает. Поэтому он знает, что с утра со мной не надо разговаривать. Но достает. Вы, кстати... Как у вас с утра? Вот я, например, когда просыпаюсь, мне, чтобы проснуться, чтобы мой мозг активировал работу, мне нужно помолчать. Ну, то есть я там молча, например, готовлю себе завтрак. Бывает, даже могу ничего не смотреть. Просто молча. Потом я просыпаюсь и нормально. А Дима с утра так не может. Ему нужно болтать без остановки, задать кучу вопросов каких-то. Вот. Так что... И два. Быстрее в матч приготовили. Время уже 5.36. Сейчас она приведет меня в себя. Народу много в Старбаксе. И все как обычно. Все как обычно в Китае, друзья мои. В 5.30, кстати, открылся Старбакс. А я помню, когда я ездила как-то на Сапсане утром из Питера в Москву. И меня так бесило, что Старбакс был закрыт. И я никогда не понимала, типа, открытие в 10. И мне так нравилось, что в Китае такого нет, что здесь на вокзалах, ну не только в аэропортах, а и на ЖД вокзалах работают в Старбаксе. И еще что-то. Вот. Можно же разные смены ставить. Так что... Очень удобненько. Поездная Романчика. Вкусно? Угу. Кстати, там сосиски едят вонючие на весь вагон. Только отъехали. Будет разгоняться. Погода, кстати, получше уже стала. Вчера ночью, точнее, ветрено очень было. Но уже лучше. Слегка дождик идет. Подрабатываешь? Ты что будешь? Я буду водичку. Я тоже. Лянга швей. Лянга. Колу не хочешь? Курица... Рыба, мясо. Рыба, рыс. Рыба, картошка. Класс. Прелести первого класса. На самом деле, мы его купили, потому что... То, что не особо был выбор... Айпад взять. Разница в 30 юаней между вторым классом и первым. Но и билета больше не было. Стоит... Сколько стало билет? Это? 800 рублей. Ну, 800 рублей где-то. А тут туда? 450. А, ну, в два раза? Вот. Ну, ничего. Зато в комфорте. Два сиденья, в том три-два. И ты едешь так комфортно, спокойно, кресла большие дают. Водичку дают, лягу дают. Хочешь спать? А что мы делали, я вам не расскажу. Хотела у вас что-то спросить и забыла. Вчера об этом думала в полночи. Сейчас вспомню. Хорошо. Так, у нас... Так, кстати, палочки нельзя делать. Обеденный перерыв. Дима, который мне любит палочками. Я, который умею. Короче, китайцы, знаете, как лапшу наматывают? Не знаю, получится или не с первого раза, смотрите. Они берут вот так. Сейчас, лапшу. Мастер-класс. Они берут вот так. Вот так закручивают. И получается узелок, видите, и она держится. Прошли, да? Обычно прекрасен. Ведь для вы, как Дима, если вам было бы страшно. Вот. Я просто особо не хочу есть, поэтому взяли на двоих. Вспомнила, что хотела сказать. Я тут слушаю, читаю книжку в третий раз. Называется Год без покупок. Это одна из моих любимых книг. И мы вчера ходили, когда с Олей гуляли, и я ничего не купила. Потому что у меня есть, я решила, что так, у меня есть крем для рук, зачем я буду покупать еще? У меня есть дель для душа, зачем я буду покупать еще? У меня есть еще мхунь, причем два. У меня еще давинность не закончилась. И несмотря на то, что мне хотелось, я выдержала это испытание и ничего не купила. И такая я молодец. Очень крутая книжка. Советую. Называется, еще раз повторю, Год без покупок. Обязательно купите себе. Перестаньте транжирить деньги. Я и моя мини-порция. Привет. Я хочу вам рассказать, если я никак не расскажу. Тинша? Ни хао, тинша? Я так ругаю с китаянками. Короче, просто пустой магазин, жесткая очередь. Мне нужно встать в ряд, да, разделить. Вот она встанет, вот эта бабушка вперед меня пролезла. Это просто стоит вправо от меня. Я не знаю, что она поджидает меня или нет. Но в итоге-то она будет стоять и меня еще так подталкивать. И вот у них есть такая фитня, что вы знаете, типа покучнее. Покучнее, как-то у них спокойнее. Так, ладно, мне надо платить. Я набрала овощей и буду делать рагу. Быстро покажу. Короче, я взяла два баклажана, картошки, цветной капусты свежей, кабачок, взяла морковь, взяла перец болгарский и китайский. Такой вот, сказали, не острый. Посмотрим. Взяла лук-шалот, два яйца, грибы шиитаки. Я дала где-то все 280 рублей. Вообще огонь. Цены на овощи в Китае очень дешевые. Ну что, добавлю вам немного домашнего контента. Короче, я пришла домой, должна была пойти, ну, после вот этого магазина, должна была пойти в бассейн и поняла, что я очень сильно голодная. Это связано с тем, что сегодня мы ели кашу. И вот вспоминание с Димой, что раньше после каши, ну, насыщение было очень долго. Но мы ели целую тарелку. А сейчас, типа, ешь, ну, я ем вообще прям чуть-чуть каши, и даже потом я выпила мачо, но все равно. Очень прикол в том, что, несмотря на то, что я съела булки сенабон, которые я готовила вчера, вон они, кстати, стоят красивенькие. Там бардак. Это овощи, не обращают внимания. Вот, я поняла, что я голодная, и идти в бассейн голодной я вообще не хочу. Поэтому, если я приготовила еды, то мы поем после бассейна. Ну, типа, пойду в бассейн, вернусь и сразу поем. В итоге, пока я готовила, я проголодалась, и я такая, не, не пойду в бассейн. Вот, и сделала себе свою любимую фунчозу. В общем, я делаю фунчозу. Это зеленый лук, шалот, яйцо, жареное с помидором и соевым соусом, и грибы... Ой, сейчас, подождите, сейчас. И грибы шиитаки. Вот, грибы шиитаки, ну, не дешевые в Китае, но я беру немножко, там, 3-4 штуки на раз, и мне хватает. Эти мы все равно нет дома. Фунчоза дешманская. Сколько там за упаковку, за целую, не помню даже, сколько стоило. Вот, и все это в соевом соусе. Это одно из моих любимых блюд в Китае, но где-то раньше мы их ели на улице, ну, типа там на улице стояли такие штуки, не знаю, не палатки, а люди с такими тележками, и там прям выбираешь лапшу, они теперь все все жарят. Ну, там очень масса, антисанитарина, хотя вы знаете, что я люблю разную еду, меня антисанитарин не пугает. Но, короче, прикол в том, что после ковида их запретили, и теперь такое не найти, вот, но хотят как-то это вернуть, потому что это все-таки достояние Китая, уличная еда, вот, но как-то проверять их. Ну, не знаю, вернут или нет, я пока такую лапшу не находила, и поэтому готовлю ее периодически дома. Овощи добавляю разные, сегодня у меня грибы, бывает, там, сную капусту добавляю, вот, сейчас поем, потом буду делать рагу, булгур еще скину, сварила, покажу вам рецепцию рагу, на самом деле ничего особенного, я все тушу в одной кастрюле, томатная паста и все. Вот и весь рецепт, так что, может, пока здесь не буду, может, в бассейн даже дойду, кто же знает. Ну, что, я безумно несчастна, посмотрите на мой просто наряд, блин, ну, в общем, я приехала в бассейн, сегодня 1 августа, ну, вы это увидели, и там написано, что бассейн с 1 по 16 закрыт, ой, сейчас будет, наверное, громко, при этом закрыт он везде, во всех клубах Терра Волнес, это мой, название моего джима. Ну, сказать, что я не настолько несчастна, что хочу поиграть в эту единорожку, наверное, нет. Блин, я так расстроилась, я просто ехала 2,5 километра туда, 2,5 километра обратно, зашла в итоге в Альде, там ничего нет, не вспомнила, что Дима еще заказала. Иду в конфискат, и я настолько... А, у меня упал телефон. Короче, у меня просто сегодня день все вместе. Я еще такая взяла с собой маски всякие для волос, подумала, вот, поплаваю, потом все поделаю. Огонь. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас сегодня в конфискате. Вкусненько есть. Авокадо. Сейчас я посмотрю. Вот, то есть я вам его уже показывала. Тут типа все по скидкам. Меня интересует только сыр и колбаска. Колбаску мы, кстати, недавно не взяли, мне очень понравилось. Мы брали такой сыр, только здесь нету. Есть из чили. Колумия стоит 10 уаней. 220 получается. Очень вкусный. Мы его режем, обжариваем. Классный вообще я... Кайсонула. Прям такой вкус насыщенный. Крем-чиз Орло у меня еще есть. У меня еще есть Вин. Что еще? Это все есть. Макароны еще есть. И молоко я только вчера купила. Идем дальше. Соль мы купили. А нас не хочу. Еще есть песто. Я все смотрю на него и понимаю, что мне очень даже хочется до января 2024 года. В принципе, хорош срок годности. Наверное, возьму. Стоит 20 юаней. Это... Скажите мне, это 200... На 12, скажем, нажать. Ну, 240 рублей. Нормально. Еще барина. Они по воснацию они. Кетчуп я не хочу. Нелегой кетчуп. Вот. Все у нас сегодня будет борщ. Не знаю, я на... Меня заклинило на борщи. Но если сегодня придет одна посылка, вы поймете, почему? Я вам покажу обязательно распаковку. Если не забуду, у меня там стоит коробка. Дима себе не разобрал. Я закинула. У меня было 200 iHerb. Я в итоге все в одну перекинула. Боюсь, что они просто не разобранные. Вот. И в iHerb я пока делала паузу. Прошлежно сразу заказывать продукты, как обычно, всякие. Откуда. Вы же меня знаете. Я люблю iHerb. Ладно. Все. Возьму тесто. И все. Короче, я тут сижу. Начала монтировать. Очень сложный процесс будет сейчас. Потому что мне придется писать текст на английском, на китайском. А тут человек заходит. Ну иди, ладно. Попросила его, короче, сливу купить. А он мне цвет... Я сорвал сливу из деревьев и рос из клумбы. Молодец. А упаковал где? Бумажку нашел на улице. Надеюсь, не в помойке. Ну иди, давай, ладно. Дари. Прикол. Красивые. Кто не знает, мои самые любимые цветы это... Это розы. Слива домашняя. В огороде, что ли, у соседей забрал. Ребята, я очень извиняюсь за такой домашний контент. Но я вам просто не могла такое не показать. Наверное, поймут меня лишь... Да, наверное, поймут меня лишь русские за границей. Сегодня у нас национальный ужин, обед. Короче, есть ребята... Это селедка, мы до нее еще дойдем. Которые находятся в Ио. Город Ио. Там находится русский ресторан. Если вам нужно, вы находитесь в Китае. Не отправлять доставку, по-моему, по всему Китаю. Упаковка офигенная. Пришло со льдом. Все холодное. Прям рекомендацион мой. Напишите мне в комментарии. Я вам в Вичате напишу аккаунт, чтобы вы тоже могли их найти. Потому что я заказала у них сегодня первый раз. И я сейчас дойду до селедки. Я вам все скажу. Короче, я решила приготовить. Во-первых, у нас пришла посылка из России. Вот оно счастье. И вот оно, еще одно счастье. У нас сегодня борщ. Национальное. Кстати, это украинское национальное блюдо. По-моему. Да. Сметана. Кто-то будет со сметаной, кто-то с борщом. Но ты, конечно, с майонезом будешь. Ой, с майонезом, извините. Кабачковую икру я положила. Но вот оно счастье. Это картошечка с укропчиком. Селедочка свежего посола. И русский хлеб. Белый, черный. Господи! Никогда не... Я, кстати, никогда в России так не радовалась селедке и борщу, как когда я улетаю в Китай. Не знаю, это очень смешно. Но это реально очень вкусный борщ. Я их приготовила, кстати, сама. Он вегетарианский. Тут даже говядины нет. И он просто на воде. Вот. Но вообще я вам хотела сказать, что вы сейчас внизу видите субтитры. И, может быть, это видео вышло чуть позже, чем в субботу днем. Но я вам хочу сказать, что это достаточно сложный процесс. Я к нему еще привыкаю. Надеюсь, вы это оцените. Мне нужно это для развития моего канала, потому что я все-таки нахожусь в Китае. Люди здесь говорят на китайском языке. И иностранцы говорят на английском языке. И если я пока что не учу китайский и не веду свой канал на английском, то мне нужны субтитры. Нужны они мне реально. Они мне нужны на будущее, для развития. Мне пока очень сложно, потому что я все это привожу и пропечатываю сама. Это действительно долгий процесс. Я трачу на это каждый день. И на завтрак, и после обеда, и после ужина. Вот. Но я надеюсь, что вы это оцените. Вот. И, в общем, все. Приятного аппетита мне.